Очередная годовщина и все те же неприятные дискуссии. Уже четвертый раз в Украине отмечают годовщину начала протестов на Майдане. И, наверное, уже в тысячный раз обсуждают, почему приговоров за преступления против Майдана до сих пор нет. Правоохранители за минувшие годы научились эффектно перебрасывать ответственность друг на друга. Активисты и адвокаты повторяют те же угрозы, что если справедливых приговоров не будет, то закончится это все просто самосудом. Ну а судьи? Судьи это особенно неприятный разговор. Они не только затягивают рассмотрение дел, причем даже тогда, когда преступления очевидны. Среди судей в нашей стране до сих пор хватает тех, кто и сам, в общем-то, преступник. Инна Томина продолжит тему. Они запрещали протесты, фабриковали дела, разрешали аресты и обыски. Такие решения четыре года назад во время Майдана массово выносили судей почти по всей Украине. Сотни судей получили аналогичные указки арестовывать, арестовывать, арестовывать. Так было. После Майдана несправедливо арестованных выпустили. И все надеялись на справедливое наказание для виновных. Но пока его нет. Хотя в Генпрокуратуре считают, этот год один из самых результативных по расследованию дел Майдана. На сегодня 380 человек получили подозрения о физических действиях, в том числе в убийствах, о том числе в убийстве, о том числе в мирных участках протестов. Из них, о том числе 270 человек, о том числе в суде, о том числе 49 из них уже есть выроки. Но этот результат касается лишь тех, кто был участником уличных преступлений против революции достоинства. А если говорить о кабинетных причастных, о людях системы, о судьях Майдана, то они пока вне зоны достигаемости. Таких по всей стране было более 350 судей, которые выносили эти неправосудные решения при наявности всех ознак, что люди невинные, которых они засудили. Это 375 статья, которая, соответственно, неправосудные решения, за что предпочено покарание от 5 до 8 лет избавления воли. Но судный час для судей так и не настал. После Майдана в стране создали специальную комиссию, которая оценивала прежние решения служителей Фемиды. Активистам тогда дали всего 6 месяцев на то, чтобы пожаловаться на незаконное преследование. Успели единицы. И жалобы потерпевших майдановцев, и выводы комиссии по судям изучает Высший Совет Правосудия. Но там нарушений пока не увидели, поэтому ни один из тех, кого обвиняли в преследовании активистов, так и не осужден. А максимальное наказание, которое суди получили, это увольнение. Но и таких только 10%. Игорь Луценко – один из тех, кто до сих пор ходит на судебное заседание по событиям тех времен. Говорит, те, кто тогда штамповали преступные вердикты, продолжают вершить правосудие и получать зарплату. Только 5 дел направлено в суды. Среди них и одиозный Волк-Царевич Кицюк. А по сотням других персоналей уже истек или почти истек срок давности. Кроме того, часть этих людей уже давно за границей. К примеру, судья-баночник Чаус. Ведь он тоже в списке антимайдановцев. Но не сделали. И теперь рассчитывать на прогресс не стоит. В стране временный правовой коллапс, говорят эксперты. Новые и старые правоохранительные ведомства не могут поделить полномочия и решить, кто же должен в дальнейшем заниматься судьями Майдана. А это значит, что любые решения те с легкостью оспорят в европейском суде. И уже фактически ритуальное интервью на этой неделе дал Сергей Горбатюк. Глава департамента спецрасследований генпрокуратуры, который как раз и отвечает за все майдановские дела. Ну, примерно одно и то же он говорит каждый год, объясняя, почему приговоров так мало. И обвиняет уже привычно всех. От своих коллег по прокуратуре до судей. Вот как раз о судьях в этом году Горбатюк сказал кое-что интересное. Представьте себе, даже те судьи, которых отстранили за незаконные решения по Майдану, могут вернуться на работу. Потому что процедуры по их увольнению были проведены так, что если не в Украине, то в ЕСПЧ их легко оспорить. По оценке Горбатюка, всего таких судей более 100 человек.